Привет, я сегодня продолжаю разговор о медицине в США. Я уже в предыдущем видео рассказывала, что это был довольно-таки долгий путь, имеется в виду открытие медицинской страховки, на сегодняшний день она у меня бесплатная. И сейчас я нахожусь в довольно-таки плачевном состоянии, потому что пришлось перенести операцию. И также я бы хотела сделать некоторое сравнение, что мне нравится в Украине, а что мне не нравится в Украине, и что меня удивило в США, и также что мне в США не понравилось. Я уже начала пользоваться своей бесплатной медицинской страховкой, сделала некоторые обследования, и прежде всего была проведена операция на мою ногу. Передвигаться я нормально не могу, всё это выглядит вот таким вот неуклюжим образом. Я сижу со своей костяной ногой, мы едем из клиники, где я принимал ортопед. Этот же ортопед делал операцию, это старый дедушка, но очень хороший профессионал, как мне потом объяснили в больнице. Вот моя костяная нога, которая должна быть всё время в ровном состоянии, и очень хочется согнуть. И это очень мучительно, что ты не можешь нормально двигаться. Вокруг нормальная жизнь. Я хочу показать. Вот. Вот люди ходят себе, ездят на машине. Там где-то мой муж. Недавно, три дня назад, была операция, и вот я сижу в машине и записываю видео, пока мой муж пошёл в магазин. Вот этот магазин с товарами для животных. Нужно купить рыбкам компрессор, который качает кислород, он испортился. И я сейчас сижу ужасно злая. Люди ходят, гуляют, возят тележки с продуктами, а я не могла даже выйти из машины, чтобы просто погулять по магазину, где продают, не знаю, рыбок, товары для животных. Просто походить и посмотреть витрины. И я представляю, насколько тяжело людям с ограниченными возможностями. И ещё больше им тяжело жить в стране, которая, в общем-то, не думает о их удобствах и не заботится о таких людях. Я продолжу своё видео, очевидно, уже дома. Мой врач, ортопед, он казался очень терпеливым, но сегодня сказал, что таких пациентов у него не было ещё. Нужно отметить, что я, да, я бываю очень капризна. И как пережить отсутствие душа две недели? Врач сказал, что если будет контакт с водой, то швы просто разойдутся. О, боже мой. О, боже мой. Я должна передвигаться с этими ходулями, чтобы не было давления на мышцы. Хотя я уже без них могу ходить и обходиться, но врач сказал, что я должна ими пользоваться. А если учесть, что у нас трёхэтажный дом и мои вещи все там, то приходится не сладко. Всё выполняется ползком. Хорошо, что мне здесь муж организовал такой кабинет. Кроме того, у нас довольно-таки жарко, кондиционер как-то не очень справляется, поэтому всё это довольно-таки мучительно. Итак, медицина в Украине. Когда я начинала делать свою медицинскую страховку, больше всего меня раздражало то, что, допустим, офисы, которые дают эту страховку, и также специалисты, узкие специалисты, мой семейный врач, то есть терапевт, это всё находится в разных городах. Если вы не живёте в мегаполисе, где развита транспортная общественная система, то добраться до, скажем так, терапевта, либо даже сдать анализ крови, будет довольно-таки проблематично. Все обследования у меня происходили в разных местах. Конечно, можно взять такси, но такси может обойтись в 40 долларов. Поэтому, опять же, мне приходилось спросить своего мужа. У функции перевозчика он взял на себя также. Он мне помогает с переводом. В Украине же я могла зайти в поликлинику, мне выдают регистрационную карточку и посетить любого специалиста, который все находится в этом же здании, начиная от терапевта и заканчивая узкими специалистами. В Украине я имела домашнего врача. Это мой участковый врач, который я могла всегда позвонить и по телефону проконсультироваться. То есть вылечить элементарную простуду можно было вот таким вот образом. Пожалуй, на этом преимущества украинского лечения и заканчиваются. Теперь как происходит это в Америке? Я уже сказала, что я прошла некоторое обследование, но больше всего меня интересовала травма ноги, которую я хотела вылечить. То есть перед операцией мне было сделано в клинике Хопкинса УЗИ и рентген. Врачу-ортопеду показалось это недостаточно, и он меня отправил еще на МРТ. Это очень дорогостоящая диагностика. В США она может стоить до 1000 долларов. Я просто рассчитываю на бесплатную медицинскую страховку, но система здесь такова, что счета будут приходить уже после всех процедур, после операции, после, скажем так, посещения врача. Все это стоит деньги. Для врачей США главный девиз – сначала мы спасаем жизнь, потом занимаемся финансами. Когда я стала возмущаться, что мне после диагностики в Хопкинса стали приходить счета, мне так и ответили, что первое, что делают врачи, это занимаются здоровьем. Я очень рассчитываю, что мне не будут приходить счета, но даже имея медицинскую страховку, допустим, мой муж имеет недорогую медицинскую страховку, плата за нее вносится каждый месяц, можно платить и 20 долларов, можно платить и около 300 долларов в месяц. От стоимости медицинской страховки зависит, какие расходы она покрывает. Допустим, у моего мужа тоже была небольшая операция, она обошлась ему в 2500 долларов, и страховая компания погасила только незначительную часть. Поэтому посмотрим, что дальше. Я все-таки надеюсь, что отчаяние я получу бесплатно, учитывая то, что имею медицинскую бесплатную страховку. Она выдается на год. Как будет в следующем году, я не знаю. А теперь я расскажу, как, собственно, проходила сама операция. Перед операцией, после того, когда было сделано уже полное обследование, ко мне позвонили, чтобы собрать все данные о моем здоровье. То есть была составлена полная анкета. Спрашивали все, от детских болезней до аллергий. Сам этот опрос происходил в течение, пожалуй, полутора часа. Мне предоставили переводчика. Сама подготовка к операции продолжалась в течение 4 или 5 часов. Перед операцией было составлено еще две анкеты, в которых задавались те же самые вопросы. То есть подошел врач-анестезиолог. Он мне также предоставил переводчика. Он принес телефонный аппарат, связался с русским переводчиком. И опять же, долгое время я отвечала на те же самые вопросы. После чего ко мне подошла еще медсестра, которая составила такую же анкету и также с переводчиком. Нужно сказать, что я в принципе очень удивлена тем вниманием, которое оказывает медперсонал своим пациентам. Думаю, это в большей степени зависит от того, что медицина в Америке платная. То есть медперсонал знает, что либо он деньги возьмет с пациента, либо ему заплатит за услуги медицинская страховая компания. Вниманием я была буквально укутана. Начиная от обслуживания, то есть при переодевании выдаются полностью разовые какие-то вещи, начиная от шапочки, заканчивая носочками. Вещи личные сдаются под опись. Постоянно подходят и интересуются твоим состоянием, или ты не нервничаешь, постоянно успокаивают. Я даже расплакалась, у меня сдали нервы, потому что я не была готова к такой операции, погуглила, как это все должно происходить. И хочу заметить, что не всегда нужно верить тому, что пишут в русских сайтах, я прочитала, что операция будет происходить в течение 30 минут, что сама операция несложная, происходит под местным наркозом, и через 3-4 часа пациент отправляет домой. И сам разрез небольшой. Оказалось, все далеко не так. Операция производилась, и меня об этом предупредили, под общим наркозом. Длилось 2 часа. В результате разрез был очень глубокий, фактически до кости. И сейчас я имею несколько пластов швов. И опять я возвращаюсь к вопросу об обслуживании. Очень мне понравились теплые простыни. Меня один раз укутали, учитывая, что в самом помещении очень прохладно. Потом подошли ко мне второй раз. Мой муж в это время замерзал. Меня укутали второй теплой простынью. Опять же подошел анестезиолог. Он меня предупредил о том, что в меня будет помещена кислородная трубка, но я этого не буду видеть, поскольку я уже буду под наркозом. Несколько раз мне давали кислородную подушку, видимо, для того, чтобы организм насытился кислородом. У меня есть некоторый опыт в Украине, о котором я не очень люблю вспоминать, в том числе о том, как моего ребенка забрали опять же в Украине с устрая болью в животе. Я молила Бога, чтобы только успеть доехать до больницы. Ребенок корчился от боли. Поместили в какую-то палату и три дня держали абсолютно без всякого диагноза. Моему ребенку давали просто обезболивающее. Держалась температура 37, после чего я не выдержала. Ее поместили в хирургию. Я пришла к врачу. И он мне спрашивает, ну что, режем или не режем. Было подозрение на аппендицит. И хирург мне открытым текстом заявил, что если режем, он заработает больше денег. Если не режем, ну пусть тогда валяется, терпит. Я, конечно, подняла скандал. Слава Богу, в этой клинике была врач, у которой еще раньше лечился мой сын. И я доверяла этому врачу. Я попросила просто перевезти в другое отделение мою дочь, где ее полностью обследовали. Здесь же в Америке все это иначе. Меня полностью обследовали. Мало того, меня попросили своими словами описать, представляю ли я, что со мной будут делать. Несколько раз меня просили показать, какая именно нога у меня больна. Врачи здесь перестраховываются. То есть, если, не дай Бог, что не так с пациентом, пациент может подать на суд, на клинику и может отсудить довольно-таки большие деньги. Когда пришел врач-ортопед, это довольно-таки старый доктор, меня рассмешило то, что на моей левой ноге он поставил маркером крестик, чтобы, видимо, во время операции случайно не перепутать, какую ногу мне резать, собственно. Каждый врач подошел ко мне и лично представился. Начиная от медсестричек, заканчивая санитаркой, у моего врача-хирурга было два помощника. Один из них оказался русскоязычный. Все это так вот выглядело в такой шуточной располагающей форме. И еще такой факт, который меня рассмешил во время анкетирования. Я с дуру сказала, что у меня аллергия на клубнику. На тот момент я просто ее переела, у меня появилась небольшая высыпка. В общем, эта аллергия на клубнику была буквально на всех анкетах и проходила красным текстом. Мало того, мне выдали такие поязочки на руку, где тоже красным таким текстом было написано, что у меня аллергия на клубнику. Можно подумать, что во время операции я бы лопала клубнику. Кроме того, на другой ленточке было написано, что я могу упасть. Ну и, собственно, на третьей ленточке были мои данные, кто я, фамилия, имя. То есть такого внимания к себе, конечно, в Украине я не видела. Всего я насчитала около 10 человек персонала, который, собственно, меня обслуживал вот в день операции. После операции около меня сидела медсестричка, которая уже готовила меня на выписку. Она мне предложила чай, смазывала губы, чтобы они не пересохли. Вспомнила еще такой момент, что я очень боялась общего наркоза. И когда я попала в Украине тоже на операцию, она происходила под общим наркозом, сам выход из этого состояния для меня был очень тяжелый. Начались жуткие галлюцинации. И вот это вот состояние беспомощности, того, что ты не можешь двигаться, оно осталось в сознании вот на долгие годы. Я сказала о своих страхах анестезиологу. Он меня успокоил и сказал, что сейчас они не применяют такие препараты, что выход из наркоза будет безболезненным. Вот единственное, что у меня наблюдалось. Здесь, в клинике США, очень стучали зубы. Вот. Моя нога не двигалась, и это меня тоже беспокоило. Мне сказали, что это тоже действие наркоза, что все это пройдет. Я чувствовала свои пальцы, это было главное. Еще опять же, перед операцией меня предупредили о возможных последствиях. Это вело меня в состояние паники, я даже расплакалась. Меня успокаивали, что это просто обычная форма, обычная процедура. И они обязаны меня об этом предупредить. Я подписала соответствующие бумаги. Сказали, что возможен смертельный исход, то есть я читала, что можно просто не выйти из общего наркоза. Меня предупредили, что могут травмироваться нервы. Ну и дальше о всяких страшных вещах. Ну, слава Богу, все обошлось хорошо. Вот единственный дискомфорт, что я не могу двигаться нормально на сегодняшний день. Опять же, после операции ко мне позвонила медсестричка, которая готовила меня на выписку, и этот русский доктор, помощник врача. которые спросили о моем состоянии. Для меня это было новостью, потому что в Украине ко мне никто не перезванивал и не интересовался моим здоровьем. Да, и большое, конечно, спасибо этим специалистам. Отдельное слово нужно, конечно, сказать об оборудовании, которое я увидела. Конечно, все это высший уровень, и в каждом кабинете, куда бы я ни приходила, и также и перед операцией со мной старались шутить, меня спрашивали, как я поживаю. Это все очень располагает, и уже даже перед самой операцией медсестричка похвалила мой маникюр. Я думаю, все это делается для того, чтобы снять стресс. Вот. Хочу добавить, конечно, в Украине я общалась с прекрасными специалистами, которые помогали и мне, и моим детям. Это очень порядочные люди, это профессионалы, но, к сожалению, сама система располагает к тому, что среди этих хороших людей есть очень много шарлатанов. Ну, и в результате какие можно выводы из этого сделать? Медицина, конечно, должна оставаться главной проблемой государства. Не секрет, что в Америке тоже не все имеют право на медицинскую помощь, бесплатную, не все имеют право на страховку, не все ее могут оплачивать. Второй момент. Если у вас случилась такая неприятность, как у меня, у вас ограничены возможности, во всякой ситуации нужно искать какие-то позитивные моменты. Пожалуй, этому я научилась именно здесь, в Америке. Ну, например, это то, что я делаю сегодняшнее видео на YouTube, можно учить иностранный язык, можно заниматься другим творчеством, ну, а можно просто провтыкать и посмотреть телевизор, чем я, в общем-то, и занимаюсь в последнее время в большинстве случаев, потому что у нас здесь есть система Dolby, большой экран, у меня никак не хватало времени посмотреть «Игру престолов» на большом экране, и вот сейчас я этим наслаждаюсь. Поэтому никогда не нужно терять надежды, я желаю всем здоровья, и на этом заканчиваю. До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова